Привет всем! К статье «Исполнительные схемы по электрике» я планировал записать видео «Какие черти схемы» с помощью вставки в автокайт. Статья была написана в марте, я только сейчас решил записать видео. На некоторых объектах заказчик требует, или представитель заказчика, что исполнитель документации по электрике содержал в себе и схемы. На других нет. Например, на ФосАгро исполнитель документации по электрике сдается без схем. На РосАтоме, в частности Кольская АЭС, там также, согласно руководству по качеству, исполнительная документация по электрике также сдается без схем. То есть в нее входят журналы, АТ, ПНР, МР с приложениями и все. Схем никаких нет. Но на некоторых объектах заказчик требует, чтобы схемы были предоставлены к исполнительной документации. Ну вот недавно, например, в комментариях к статье исполнительной документации по электрике, Андрей в ответе Михаил написал, что в комплектной исполнительной документации должны входить схемы. Согласно ППР, то есть перед началом работы, представительная организация прописывает порядок сдачи приемки работ и согласует это с заказчиком. Или написано в инструкции E1, 3.13-07, форма 1, приложение 2. Открываю эту инструкцию и в первом разделе написано «Комплект рабочих чертежей электротехнической части исполнительной документации». Ну, лично я понял, что это надо приложить просто рабочие чертежи. Другие, наверное, понимают, что исполнительная документация подразумевает в себе исполнительную схему. Здесь, как бы, вопросы открыты. Кто-то захочет, кто-то не захочет этого требовать. Честно, я в электрокино, то есть у меня не электротехническое образование. Примером возьмем проект такой. И мне, допустим, надо сделать схему по электроосвещению на отметке 00. То есть это на первом листе. Написано, что это ЛИС-12. Открывает ЛИС-12. Вот помещение такое большое. И на нем разрисована установка выключателей, лампочек, светильников, коробов, электрощитов. Это большой объем работы и в течение месяца строительная организация его не может сделать. И, соответственно, под конец месяца мы закрываем те объемы, которые выполнили. И схемы чертим на тех помещениях, где выставлены светильники, выключатели, коробки. Если у вас небольшой объем работ и вы выполнили его в течение месяца, надо сдать заказчик, нарисовать схему, то сохраняем схему. Первое, что делаем, это сохраняем чертеж в JPEG. То есть если весь чертеж, то сохраняем весь чертеж. Выбираем JPEG и сохраняем. Но в моем варианте это не надо нарисовать вот эту пристройку АБК. Обрисовать эти светильники, выключатели, указать их количество и наименование. Я делаю скрешон с помощью программы LightShot. Сохраняем скриншот. Запоминаем папу, где мы сохранили. Переходим в AutoCAD. У меня с этого объекта уже схемы там сохранились. Я покажу вам, как я делаю. Копирую рамку. И в эту рамку мы сейчас ставим подложку, которую будем обрисовывать. Ну или в некоторых случаях можно просто скриншот вставить в рамку и создавать заказчикам. То есть по согласованию с ним. Переходим в команду управления вставка. Присоединить. Находим свой скриншот. Переходим в папу, где мы его сохраняли. У меня это на флешке. Вот там скриншоты 11. Открыть. Я здесь оставляю все без изменения. Галочка указана на экране точку. То есть куда нам надо ставить этот скриншот. Вставляем ОК. То есть вот наш скриншот. Выделяем его. Перемещаем в рамку. Можем изменять размер. Делать больше или меньше. Масштабировать можно таким способом, как я сейчас показал. Также масштабируется картинка и другим способом. Выбираем картинку. Выбираем команду масштаб. Указываем точку. И выбираем опорный отрезок. После команды опорный отрезок, Автокад просит указать длину опорного отрезка. То есть указываем одну точку, вторую точку. И относительно этого отрезка мы или уменьшаем, или увеличиваем картинку. В нашем случае, наверное, мы чуть-чуть уменьшим. То есть вот два способа масштабирования картинки. Далее, мне надо перенести эту картинку на задний план, чтобы я мог ее обрисовать, и чтобы я видел, что я рисую. Для этого воспользуйтесь командой порядок прорисовки. Убираем ее на задний план. И теперь наша рамка впереди, а скриншоты сзади. Приставки картинки при распечатывании будет видно ее границы. То есть вот эти черные полоски. Есть два способа удаления этих границ. Первый способ. Выделяем нашу картинку. Правой кнопкой мыши. Свойства. Убираем цвет белый. При распечатывании на схеме не будет видно границ с киншотом. Второй способ. Переходим в команду «Вставка». Раздел «Ссылки». Вот есть параметр «Рамок». И выбираем команду «Скрыть контур». При напечатании граница контура, то есть граница нашего скриншота, также не будет выделяться. Ну и дальше, после того, как мы ставили наш скриншот в рамку, переходим на основные команды и обрисовываем нашу картинку или оставляем так же. То есть подписываем в рамку, как нам надо. То есть план на отметке не 3600. Здесь у нас задвое не какой-то текса. Так это 0600. Применяем. С помощью команд «Полилинии отрезок». Так, чертим. Перед тем, как чертить, надо настроить слои. Вы здесь задаете свои слои, чтобы не запутаться во всех этих линиях. Ну, допустим, создаем слои «Проводка». Выделяем ее темно-синий цветом. Толщину задаем. 0,30. Окей. Дальше можно создать слой «Лампа». Выберем свет желтый. Толщина линии. Вот так же. Пусть 0,25 будет. Окей. Все. Теперь выбираем наши созданные слои. Вот, допустим, «Лампа». И рисуем. Обрисуем наши светильники. «Повтор команды». Правая кнопка мыши. Повторить прямоугольник, чтобы не возвращаться в команду. И все. Обрисовываем. Чтобы на схеме была видна толщина ваших линий, как вы установили настройки слоя, надо включить команду «Вес линии». Но у меня вот здесь в нижней строчке ее нет. Сейчас я включу эту команду. Так, нажимаем на три строчки в правом нижнем углу и ищем «Толщина линии». Выбираем. Окей. И вот эта команда появилась. Отображение и вскрытие веса линии. Включаем ее. То есть мы видим, что у нас светильники по толщине не сильно изменились. Сейчас нарисуем электропроводку. Где мы выбрали? А, где сейчас найду? Ну вот, проводка. Вот этот слой, который мы сейчас создали. Выбираем пуллилинию. И я обчащиваю проводку. То есть, как вы видите, толщина у нас, согласно заданному, толщине слоя, где-то 0,25, да, у нас, по-моему, мы задавали. Если отключить эту команду толщина веса линии, то у вас все линии будут одной толщиной. При включении они изменяются. Также мы расчерчиваем остальную часть схемы. Ну вот, в таком порядке я делал схемы по электрике. Вставлял скриншоты, или сдавал схему сразу со скриншотами, или вырисовал те объемы, которые мы сделали в прошедшем месяце. То есть, ну, в частности, допустим, вот этот АБК кусок обрисовывал. Кроме этого, в схеме надо указать ведомость материалов, то есть, обозначение, наименование и их количество. Пишем примечание. Все, после того, как мы нарисовали схему, можно убрать этот наш скриншот и распечатать то, что вы нарисовали. На печать можно сразу на принтер отправить или сохранить на PDF. На печать PDF я выбираю принтер Microsoft Printl to PDF. Выбираю размер нашего схемы. Можно А4 или А3. Выбираю рамку. Так, центрировать. Смотрю, что получается. Если все устраивает, то нажимаю кнопку на печать и сохраняю файл в нужном мне месте. Но это обычная папка с наименованием объектом и с наименованием раздела Исполнитель документации. После сохранения он напечатает эту схему. Если у вас скриншот не очень четкий, вы можете его подрегулировать. Допустим, добавить яркости или уменьшить наоборот яркости, контраста добавить. То есть вот с этими кнопками или уменьшить контраста. То есть, чтобы картинка была четче, и вам легче было работать с ним. Что здесь еще? Прозрачность фона можете также регулировать. Слияние фона. Видите, он сливается с вашим фоном или уменьшается. Кроме этого, вам может нужна не вся часть фотографии, скриншота, на какая-то отдельная. Кроме того, что сделали скриншот на рабочих чертежей, мы можем также скриншотить и обрезать его и в автокаде. Для этого выбираем команду создать контур подвески и выбираем ту часть, с которой нам надо будет работать. То есть, вот мы вырезали и обрисовываем этот чертеж. Ну, в таком формате я делаю схемы. Так можно рисовать не только схемы по электрике, но и по технологии или по железобетонным конструкциям, по фундаментам. В основном, площадка делает все работы согласно чертежам и расхождении. Еще раз повторяюсь, проектом не должно быть. Так что, есть схемы должны быть похожи на рабочие чертежи. Вот такая информация. Спасибо за внимание. Если вам это видео было полезно, то ставьте лайк. Буду благодарен.